здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала с вами алексей грильков из дождливого города санкт-петербурга дождь продолжается но это не мешает нам снимать рецепты и сегодня я покажу рецепт который я обещал в начале лета сверх сверх острые крылья сразу скажу я буду сегодня коптить коптить я буду долго где-то час-полтора но сам по себе маринад который я делаю можете исправить вдруг у вас нет коптилки или там гриле например у вас нет то можете спокойно обойтись просто как маринада потому что он действительно очень вкусный он сверх острый немного сладкий все по порядку все расскажу сегодня покажу приготовим как всегда скажу будем радоваться жизни но прежде чем мы приступим к рецепту мне бы хотелось поблагодарить своего ножевого спонсора это компания самура не так давно начал использовать линейку харакири могу сказать что мне очень сильно она нравится конечно бамбу все равно у меня в приоритете потому что она все-таки по руке лежит ну каждому свою кому-то нравится кому-то нет но вот как вот то что это остро это сто процентов я как-то обещал что на лайв канале запилю видос где расскажу как затачивать ножи с помощью камней ребят пока нет возможности потому что они реально не тупятся ну может быть я просто аккуратно использую их но как только так сразу так что если интересно переходите ссылочка на самура будет в описании промокод грильков даст вам неплохой скидос ну а мы приступим к приготовлению крылышек и так для начала мы сейчас с вами их подготовим потому что вот они мне кстати говоря достались без третьей части это очень большой бонус если идете в магазин смотрите потому что переплачивать за них нет никакого смысла разумеется если вы любите третью часть то тогда значит покупайте с ней я не вижу никакого рационального зерна в ней то есть в ней мясо нет он там похрустить что-то семечки раньше любил сейчас конечно что то уже не то мы сейчас с вами их подготовим рецепт сегодня идет на полтора килограмма крыльев смотрите что нужно будет сделать это поделить их пополам далее берем и делаем вот такие вот надрезы сделать их нужно обязательно делать для того чтобы маринад лучше зашел быстрее чем это все проверено временем и вкус будет более яркий я пробовал и так и так эта технология мне очень очень нравится так что сейчас я подготовлю полтора килограмма курицу пока отставим в сторонку и займемся маринадом для него нам понадобится 50 70 миллилитров соевого соуса 2 столовые ложки оливкового масла табаско сколько сказать не знаю но так как это острый тут капелек наверно 20 что ли спасибо ребятам в комментариях что сказали что можно найти табаско в ленте халапеньо маринованные где-то здесь будет сейчас таких вот ложечек с горкой хочу по вашему вкусу я не знаю такая шадова остро будет но все же половина чили перца я его мелкими кубиками покрошил семечки я не очищал 70-100 грамм томатной пасты свежемолотый перец куда же без него заключительный но очень важный ингредиент это вишневый джем его мы добавляем также сюда вместе с ягодами где-то около грамм 50-70 осталось все это переколбасить как надо после тщательного переколбаса можете посмотреть что получилось но вот как вы сейчас видите на ближней картинке он должен получиться густой можете попробовать он люто-люто острый но вы знаете не добавлять что-то сладкое это будет неправильно потому что должен быть оттеняющий сладкий вкус я ведь не хочу вам показать ни вку маринад чисто острый да может было напердолить туда хабанера табаско еще 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 и все но должно чтобы это было вкусно мало то что это остро но еще и вкусно и так что делаем дальше чё блин это чё последнее время деревня какая-то я стал и так в очередной раз повторюсь удобнее всего мариновать в каких-то пакетах в моем случае это пакет от всем известной шведской компании она мне зараза пока не приплачивает а может и не зараза но вы можете использовать любой какой-нибудь пакет удобный для этого что теперь мы делаем теперь мы выливаем весь маринад в пакет сейчас я немножко стряснул он очень ароматный и как соус самостоятельный не подойдет точно но как маринад что-то с чем-то серьезно ребятушки я очень прошу не пишите в комментариях что вы не знаете где купить халапеньо потому что ну правда я тут даже тестил смотрел в разных городах это действительно в интернет-магазине можно заказать не за большие деньги что-то у меня получается так что короче я пиарю халапеньо все теперь мы все это перемешиваем сейчас я не буду шуршать а то что-то у нас микрофон новый теперь сверх мощный все все эти мелочи берет убираем в холодильник на от часа до двух это быстрый маринад он быстро пара маринует может быть можно меньше я просто испытывал чаще всего час-два то есть вот если есть время а если там собираетесь вечером пойти куда-то днем поставили там часа на три и все но это сразу скажу этот маринад только для тех кто любит острое заменить ничто ничем нельзя конкретный маринад под людей которые любят острое ставим в холодильник и встретимся уже с вами у гриля и будем готовить прошло полтора часа крылышки сто процентов промариновались что теперь делаем так как мы добиваемся копчения скажем так нам нужно сделать специальные вот такие шарики как вы сейчас видите на ближней картинке что происходит я беру фольгу в нее выкладываю щепу щепу я замочил в кипятке по сути на 10-15 минут закрываем берем ножик делаем отверстия делаются они для того чтобы дым мог свободно выходить и пропитывать курицу по щепе я взял вишню и вам рекомендую сделать так же если есть такая возможность потому что мы использовали вишневый джем в самом маринаде поэтому чтобы не перебивать вот этот фруктовый вкус другим не стоит возьмите именно щепу вишневую если например у вас нету гриля либо коптилки можете просто использовать мангал по сути приготовить на решетке тоже это беспроблемно можно сделать будет вкусно но немножко не то мы же все-таки добиваемся копченого привкуса шарики с щепой закладываем прямо на угли они немножко начнут бурлить а потом отдавать свой аромат можно положить крылышки на решетку еще раз повторюсь мы используем не прямой метод приготовления прием нам нужно класть именно в центр то есть по бокам мы оставляем эти места если мы поставим туда просто все сгорит поэтому выкладываем по центральной части по времени приготовления на все про все уйдет час час двадцать температуру придерживайтесь от 100 до 130 градусов за это время можно повернуть раза два-три перевернуть но как показывает моя практика у меня никогда там ничего не пригорает главное придерживайтесь нужных температурных режимах тогда будет все шикардос ну в общем ждем и будем уже пробовать прошло полтора часа крылышки готовы но вы видели какие они шизофренические красивые по времени переворачивания я переверну всего лишь три раза то есть раз в 30 минут советую вам придерживаться такой же схемы прежде чем попробовать разумеется нужно посмотреть что у нас как отлетает от гости я это покажу на примере своей любимой части это вторая которая давайте сейчас вскроем ну это ну что я могу сказать ребят ну вот вы видите это просто отлетает от кости просто красавецки давайте пробовать вкуснотища ребятам просто бомба рассказываю в чем прикол это не тупо просто остро вначале это небольшая такая сладость идет потом превращающийся просто в остроту потом опять сладость то есть когда происходит такая волна в каком-то смысле безумно вкусно что мне нравится в формате приготовления долгим она отваливается от косточки ничего лишнего на косточке просто не остается по времени ну да если у вас нету это времени кэш проще пожарить на мангале но если у вас есть гриль или коптильня есть свободный там полтора часа на приготовление вот такой вот вкусняхи обязательно замутите вишневый джем да никакой другой я не пробовал врать не буду и вот честно как мне кажется вишня очень сильно подходит к курице вот этот оттеняющий сладкий вкус можно было бы добавить меда но мед дает другой вкус не получится такого вот именно с остротой чтобы поиграться по денежке получилось то есть 350 рублей на мой взгляд это не очень дорого тем более это по сути полтора килограмма крыльев я уже давным-давно всем говорю о том что самые нерациональные это ребрышки крылья и семечки еще но суть не в этом это того стоит а во первых нам попались крылья очень хорошие без вот этой третьей части и они очень жирные в каком-то смысле то есть очень много мяса то есть кость конечно есть но ее немного так что готовьте радуйте себя и своих близких ну а с вами был как всегда алексей грильков подписываемся на наш канал на ю тубе подписываемся на лайв канал ссылочка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока ждем хорошую погоду потому что впереди нас ждет еще пицца на гриле и колбаски острые пока